Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас на календаре 20 октября. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала «Приан.ру. Недвижимость за рубежом». Несколько в необычной обстановке, в необычной студии я сегодня вещаю, но так сложились обстоятельства. А мой коллега вещает мало того, что из другой страны, так еще и из другого часового пояса и вообще другого континента. Юрий Мош, руководитель, владелец, основатель компании «Второй паспорт» находится сейчас, как вы можете увидеть, в Соединенных Штатах Америки. И не просто в Соединенных Штатах Америки, а в Нью-Йорке и практически в деловом центре Нью-Йорка. Здравствуйте! Всем привет! У нас раннее утро. Ну да, у нас, видите, уже темнеет, и по всей видимости, картинка у меня будет все время такая синеть-синеть. У Юрия она будет становиться все ярче и ярче. Сегодня мы говорим о инвестиционных решениях в США, вообще о Соединенных Штатах Америки. Последнее время о недвижимости в США мы говорили в приложении, по сути, к визе, к вопросам иммиграции. В частности, с Юрием делали материал по поводу иммиграционной программы визы EB5. Но сейчас тема наша немножечко иная, поскольку компания, Юрий, она занимается не только вот этой, не только оказывает помощь иммиграции, но и предлагает инвестиционное решение. Но, Юрий, давайте просто в двух словах тогда о вашей компании, тем более к нам вот еще зрители подсоединяются, а потом мы уже более подробно будем говорить об американском рынке недвижимости. Чем вы занимаетесь и о чем будем говорить сегодня? Да, компания наша основана была в 2011 году. Работаем мы уже вот скоро почти 10 лет. И штаб-квартира у нас находится в Нью-Йорке, в Манхэттене, вот откуда мы сейчас вещаем. И мы занимаемся не только недвижимостью, о чем мы сегодня будем говорить, но и самый главный наш все-таки бизнес – это иммиграция. Мы помогаем уехать людям из стран, где говорят на русском языке, в 80 стран мира, не только в Соединенные Штаты. И наш сайт второйпаспорт.ком, можно зайти, очень подробно все расписано конкретно по всем программам, по странам, по всем услугам. В чате, я думаю, как раз сейчас коллеги мои опубликуют контакты, так что можно сейчас, можно по завершении просто более подробно познакомиться с деятельностью Юрия. Итак, это ваша основная деятельность, но сегодня мы будем говорить об инвестиционном именно решении. Давайте в двух словах вообще, что у вас сейчас в Штатах происходит, поскольку информация происходит самая противоречивая, как ведется деятельность, как ведется бизнес, как решаются инвестиционные вопросы последние полгода и последние недели, месяцы, скажем так. Ну, живем в непростое время, не только в Штатах, но и везде, хотя в Штатах все потихоньку нормализуется. То есть, во-первых, можно залететь сюда спокойно и гражданам России, и гражданам Евросоюза. И даже температуры не меряют, как ни странно. То есть, Америка кричит очень громко, что есть определенные ограничения здесь внутри в Штатах по перемещению, но иностранцев спокойно принимают. Ну, в любом случае, это все временно, и экономика нормализуется, и мы видим по той же недвижимости всплеск продаж за счет того, во-первых, что сейчас очень низкая кредитная ставка, но обычно всегда перед выборами это делается, то есть сейчас порядка трех процентов. И за счет того, что очень многие получили всевозможные компенсации от государства, в том числе бизнес, и малый, и средний, и индивидуальные предприниматели, и эти компенсации довольно большие, и появились свободные деньги под маленький, опять же, процент, и люди эти деньги просто инвестируют в недвижимость. Я перед тем, как задать следующий вопрос, напоминаю вам, друзья, что работает чат, и если у вас есть какие-то вопросы, ну, или в целом по Америке, или по той теме, которую мы будем обсуждать, по ходу дела задавайте вопросы, постараемся по максимуму ответить. Если на какие-то вопросы ответить не успеем, то в материале, который будет опубликован через несколько дней после завершения нашего вебинара, и который мы все, разумеется, получите, ответы на эти вопросы Юрий, безусловно, даст. Хорошо, но Америка, условно говоря, большая страна, она чрезвычайно неоднородна, и вот если говорить о конкретных направлениях, вот какие-то тенденции, там, начинают ли, то есть видите ли вы, что люди начинают, скажем, переезжать из крупных городов, там, в загород, что стали менее интересны квартиры, стали более интересны, ну, там, загородные дома. Какие тенденции здесь есть, и о чем сейчас, какие прогнозы дают по ту сторону океана? Ну, вот как раз, да, сложилась такая тенденция сейчас, что из больших городов, в частности, например, из Нью-Йорка, в котором я живу, люди очень часто стали уезжать в Нью-Джерси, в прилегающийся штат, в Техас, во Флориду, то есть в другие штаты. Вообще, есть определенная статистика, это еще до пандемии было, когда люди из больших городов уезжали в малые города и уезжали из одних штатов в другие штаты. Такая внутренняя миграция в Америке. И как раз вот Флорида, это тот штат, который лидировал и продолжает лидировать по внутренней миграции. То есть едут туда? Едут во Флориду? Да, во Флориду, да. Почему? По внутренней миграции. Почему? Много факторов. Тепло, очень постоянная теплая погода. Особенно пенсионерам им просто классно, когда не надо мерзнуть. Второе, это ниже налоги. Например, там нет налога штата на подоходный налог. Низкая цена на недвижимость. Качество жизни вообще очень хорошее, ну и в плане медицины и образования. Ну, много факторов, поэтому люди выбирают, где лучше. Вот и все. Ну, вот если мы говорим о, ну, скажем, русскоязычных покупателях, вот просто еще разочек поднял такую статистику, по большому счету в, ну, не только в России, да, иностранцы, интересующиеся покупкой недвижимости в США, по большому счету выделяют три региона, которые их, ну, как интересуют. Есть Нью-Йорк, есть Калифорния, есть Флорида. По большому счету все. С вашей точки зрения, ну, насколько это оправдано? И не получается ли так, что мы интересуемся, ну, только тем, что на поверхности, и по большому счету интересные предложения проходят мимо? Ну, все-таки 50 штатов, цифра существенная. Может, где-то в центре есть что-то интересное? Согласен, согласен. Есть, конечно, и Техас, есть и Аризона, которая популярна среди американцев, например, и Невада та же самая, хотя, казалось бы, пустыня нет, все равно покупают. Но, да, на слуху у россиян, у украинцев, там, у казахстанцев, конечно, вот и три штата. Но, если говорить, допустим, о Нью-Йорке и Калифорнии, то все-таки штаты очень переоцененные. Особенно Нью-Йорк, там, Сан-Франциско, это такие города, в которых, ну, как в Москве, да, то есть стоимость недвижимости, она, ну, просто завышена до ужаса. И окупаемость очень долгая, инвестиции. Что касается Флориды, то здесь, наверное, вот такая, как бы, золотая середина, потому что низкая стоимость на недвижимость и хороший спрос. То есть ты всегда можешь проинвестировать и всегда можешь продать, если ты захочешь вернуть свои деньги. Но, если вы говорите о Флориде, все-таки, ну, опять же, Флориду у нас знают Майами. И там недвижимость в Майами, по крайней мере, ту, которую мы знаем, как мы себе представляем ее, там, да, вот эти элитные комплексы в определенных местах, ее как раз дешевой и не назовешь. Тогда давайте в двух словах уже о том, о чем мы будем говорить сегодня, что это за недвижимость и какая недвижимость в Флориде вам кажется инвестиционно привлекательной. Мы будем говорить о недвижимости, которая находится на другом побережье Флориды. То есть Флорида у нас имеет два побережья. Это Атлантический океан, вот там, где находится Майами конкретно. И другое побережье – это Мексиканский залив. Там такая же температура, там такой же океан, ну, просто, как бы, залив от Атлантики, скажем так. Да, но цена действительно значительно ниже, потому что Майами все-таки за счет бренда, за счет популярности тоже, как бы, цены там, я считаю, что слишком завышены. Как я сам пришел к этому месту, то есть у меня, я всегда жил в Нью-Йорке, и мне хотелось иметь, так сказать, дачу на юге, да. Я рассматривал именно покупку в Майами, но дом, я хотел именно дом, дом в Майами стоит очень дорого. То есть то, что нам хотелось, стоило около миллиона долларов. И мы нашли аналогичное предложение, случайно на самом деле, абсолютно случайно. Один из знакомых подсказал, говорит, слушай, а поедите туда, вот, в район Сарасоты, на то побережье, там шикарный белый песок, там шикарные пляжи, и прекрасная природа. И есть там городок Норпорт, где есть русскоязычные люди, где там русскоязычные магазины, поедь, посмотри. И цена в три раза дешевле, чем в Майами, на такой же самый дом, в три раза дешевле. Вот, ну и я поехал, посмотрел, мне понравилось. И я сам лично приобрел там участок, построил там дом, и потом начал покупать участки, компания «Второй паспорт» начала покупать участки. и перепродавать, и на этом зарабатывать. То есть мы изначально анонсировали, что от вас сегодня будет именно инвестиционная идея. То есть инвестиционная идея, но если сейчас пока не углубляться в детали, мы в них, безусловно, углубимся, это покупка и последующая перепродажа. Или это несколько более сложная схема? Три варианта, на самом деле. Можно купить и перепродать. Участок, пока только участок. Да, да. Можно, второй вариант, купить участок, построить дом и перепродать его вместе с домом. И третий вариант, можно купить участок, построить дом и как-то на этом зарабатывать, эксплуатировать его, сдавать в аренду, посуточно или на длительный срок. Ну, еще, наверное, четвертый вариант – можно купить участок, построить дом и просто саму жить. Ну да, но это уже не совсем инвестиции. Инвестиции через тебя. Почему? Тоже инвестиции, а через какое-то время продать и заработать. Тогда да. Окей, у нас уже пошли первые вопросы, но давайте мы все-таки сейчас чуть-чуть поговорим о, все-таки более подробно, этих предложениях, а потом коллеги обязательно на ваши вопросы мы ответим. Итак, говорим об инвестициях недвижимости в США и говорим о земельных участках. Собственно, ну, земля тоже бывает разная, она в разных местах находится. Что вы видите ценного именно вот в текущих условиях при инвестициях в недвижимость, в землю я имею в виду? Ну, наверное, самый главный момент, что низкая стоимость, то есть участок… Она дешевеет? Нет, она не дешевеет, она растет, она растет. Я вот занимаюсь этим уже третий год, получается, пошел, как я познакомился с Норпортом, и все время она чуть-чуть подрастает. Наверное, на тысячу долларов в год. Вот так. Ну, смотрите, о каких ценах мы тогда говорим? Сейчас эта цена где-то 10 тысяч долларов, от 10 тысяч долларов, ну, это, скажем так, плохой участок. Хороший, такой ровненький, наверное, от 12 на данный момент до 15. Что это за место, где такой участок можно купить? Вот вы сказали… Это город, это город Нордпорт. А чем отличается от соседних? Вот он лучше, хуже, больше? Соседний Порт, Шарлотт, соседний город, там тоже примерно такие же цены. Вот, но такие цены сформировались. Некоторые говорят, вот там, а у нас там где-то там в Подмосковье дороже или там в Твери дороже. Ну, там, наверное, перегрета земля там за счет того, что там, не знаю, коррупция или еще что-то. Здесь просто есть рынок, и только рынок регулирует, больше ничего не регулирует. И вот эти участки, если мы говорим 10-12, какого это размер участки? Кто является их собственником сейчас? У кого вы их покупаете? Участками являемся мы собственниками, то есть мы их покупаем сами, выискиваем. Это тоже не так все просто, я объясню, как мы их ищем. И размер это 10 соток примерно, ну или там 10 тысяч квадратных фитов. Ну, в русском понимании это 10 соток, все прекрасно понимают. Это достаточно для того, чтобы построить нормальный большой дом, еще хватит там и бассейн сделать, и детские горки и так далее. Как мы их ищем, эти участки? Участков там много, но там есть участки, на которых нельзя строить. Например, там живет реликтовая птичка, которая в Красную книгу входит. И если она там находится, на этом участке, там гнездо ее, там участки в основном с деревьями, то там строить нельзя. Или черепашка, тоже строить нельзя. Либо участок неровный, тоже как бы строить можно, но придется тебе там подвоз грунта, выравнивание, это все станет приличной суммой денег. Ну или, например, участок где-то может быть подтапливается. То есть есть много факторов, на которые мы смотрим. Может быть участок по низкой цене, но он может быть обременен неоплаченной налоги за 10 лет. Может быть он по низкой цене, но он где-то там в залоге у банка или там с бракованным тайтлом и так далее. То есть много-много моментов. И вот покупка участков через нас – это такая гарантия, что мы гарантируем, что не будет проблем с участками. Вот смотрите, тогда, предположим, вот есть один участок, есть второй участок, который вы предлагаете. На что должен ориентироваться покупатель, чтобы выбрать, предпочесть один участок другому? Просто типа на уровне, что мне больше нравится, то есть нравится мне, чтобы был холмик или нет, или есть какие-то все-таки внутри тех участков, которые вы выбрали, различия, на которые стоило бы обратить внимание? Одно только различие такое глобальное – это есть канал или нет. То есть если есть канал сзади участка, то можно там маленькую лодочку иметь и рыбачить. Это дороже, дешевле? С каналом дороже, но некоторые боятся крокодилов. Хотя я лично там крокодилов ни разу не видел, и местные жители, мои соседи, знакомые, строители наши, они говорят, что тоже давно не видели. Ну что, про крокодилов вы пошутили, что боятся крокодилов или в реальности боятся? Нет, нет, ну во Флориде есть крокодилы, бывают, заползают, бывают. Это особенность Флориды, мы обычно всем говорим, и о минусах тоже. Ну, однако же, слушайте… Про участки с крокодилами мы еще никогда не рассказывали. Участки с крокодилами дороже стоят. Ну, понятно. С каналом участки стоят дороже, чем без крокодилов. Ну, опять же, можно забор поставить, там, сетку и так далее, но он не пролезет. Я вас прервал, когда мы начали говорить о преимуществах, сказали доступность, сказали конкретные цены. Еще разочек, сразу возник вопрос. 12-15 тысяч долларов – это весь участок? Стоят сколько стоят? Около 10 соток? Или сотка на 100 соток стоят? Это весь участок за 10 соток. Плюс мы еще предлагаем в кредит, то есть вы можете платить по 500 долларов в месяц. А к собственнике мы имеем право это делать. А где я беру этот кредит? Как это происходит? Или я только вам плачу рассрочку? Просто мы делаем договор, да, предварительно, и все. Пока вы не выплатили, вы не стали собственником, выплатили, мы на вас переоформили участок. То есть это просто рассрочка, это как бы, ну, кредит, мы кредитуем, скажем так, сами. Ну, то есть, угу, окей. Удобно очень, удобно. У нас сейчас вот порядка там 10 человек сейчас вот выплачивают в кредит участки купили, они просто 500 долларов переводят нам. Ну, то есть это просто, по сути, это не банковский кредит, это договор между вами, между, как вы там, самопокупателями? Ну, кто хочет, может раньше погасить, пожалуйста. Окей. Хорошо, давайте тогда следующее. Ничего, кстати, не предлагают на рынке в Норпорте, только мы. Следующие преимущества, о которых можно говорить прямо сейчас. Следующий по пунктам. Значит, первый пункт, доступная земля, мы рассказали. Второе, это низкая стоимость строительства. Действительно, во Флориде, причем там строят капитальные дома, в отличие от Нью-Йорка, здесь деревянные дома строятся. Там строятся, как привык русский человек из блока, такие серьезные каменные дома. И все равно стоимость строительства довольно низкая. То есть дом за три-бедром, ну это четырехкомнатный по-русски, с двумя туалетами, то будет стоить где-то 200 тысяч долларов. Под ключ. Под ключ. Это все уже с кухней, с холодильником, то есть ты зашел, только мебель купил и живи. Мало того, с территории облагороженной будет посажена травка, будет сделан подъезд к воротам. То есть это, ну, очень дешевая цена. Дешевле, по сравнению с Нью-Йорком, это очень дешево. Потому что в Нью-Йорке есть очень важный показатель, это выше заработная плата. То есть минимальная заработная плата в Нью-Йорке это 15 долларов в час. Во Флориде это порядка 10 долларов в час. То есть только за счет этого уже дешевле. Плюс в Нью-Йорке есть сезонность, есть определенные, там, если это зимой, как бы, ну, совсем холодно, то нельзя строить, нельзя делать отделку. Значит, строится в основном в теплое время, значит, опять же, это все удорожает. А во Флориде можно строить круглогодично. Хорошо, давайте дальше. Ну, про высокий уровень в жизни вы сказали. Когда мы говорим о низкой вероятности катаклизмов, что имеется в виду? В этом месте ураганов не было уже 100 лет, в Норпорте. То есть в Майами ураганы бывают и довольно часто. Я уже живу 9 лет в Америке и постоянно слышу ураган в Майами, ураган на Кейвесте и так далее. Вот в Норпорте ураганов нет. Ну, если есть там ураган, то ветер просто. Ну, как обычный ветер, который, например, в Нью-Йорке каждый день происходит. Мы пропустили, кстати, вот бум жилищного строительства. Я просто приведу пример, что больше трех тысяч участков за год продается в той территории. А вот этот город, по сути, это не город, это некий населенный пункт, о котором... Ну, это город, это город почти 70 тысяч жителей. Просто там есть огромные территории, которые, ну, что называется, неосвоенные, такой понятной терминологией. Ну, да, это нарезанные, как бы нарезанные участки, но это полноценный город. То есть там есть школы, кстати, с хорошим рейтингом. Там есть спортивные комплексы, там шикарные больницы огромные, там торговые центры. Там рядом, например, молы с самыми известными брендами Gucci, Louis Vuitton и так далее. То есть все абсолютно есть. Это белое население, да, немаловажно, как бы. То есть это полноценный город для жизни. Там четыре русскоязычных, русскоязычных, русских магазина, да, куда ходят люди, которые любят русскую еду. Для меня, например, это важно. Много русских живет в этом. Русскоязычных, скажем так. Ну и тогда вот пункты номер семь и восемь – это, собственно, как раз та инвестиционная привлекательность, о которой вы сейчас говорите, то есть которую вы в этом проекте, в этих проектах видите. Вот несколько слов давайте тогда об этом. Что значит ожидаемый спрос на землю и новые дома, и что такое стабильный доход от сдачи в аренду? Какой, кому и так далее? Ну, очень легко продать дом построенный, во-первых. Причем заработать можно от 20 до 40 тысяч долларов чистыми за год. То есть дом строится год, и через год вы можете заработать 20-40. Ну, то есть это примерно 10, около 10 процентов. Какая цифра в итоге получается? 10-15 даже. 10-15. Умные люди, которые слушают нас, они зарабатывают 40. Нужно немножко с дизайном дома поиграться, во-первых. Не стандартные американские проекты брать, а немножко кое-что добавлять. Не экономить на стройке. Ну, например, шукатель, например, положить более подороже чуть-чуть, стекла сделать пошире, двери пошире. Вот на мелочах не экономить, у тебя стоимость стройки, может, возрастет тысяч на 10, но и продажа дома возрастет тысяч на 20. То есть ты как бы еще на этом заработаешь. За счет того, что дом уникальный, оригинальный проект. И можно продать дом. Если вы хотите просто купить участок, то можно его немножко подержать и тоже продать. Ну, как-то вот все пока растет. Я не могу предсказать, что будет завтра. Это, конечно, никто не может предсказать. Но мы видим стабильный рост на недвижимость в этом регионе. Вот вы упомянули дом с тремя спальнями. Какова площадь дома и входит ли в стоимость строительства всей системы обеспечения? Водопровод, канализация, электричество, подключение и все необходимые конструкции. Да, обязательно. Все, мы участки продаем все с коммуникациями, с асфальтированной дорогой к участку. И, конечно, здесь нет такого, как некоторые привыкли в России, что ты сначала дом построил, а потом еще надо взятку дать, чтобы тебе газ протянули или свет и так далее. Здесь все, например, здесь нет взяток. Во-вторых, здесь все сразу с коммуникациями. Иначе тебе просто, как строителю, не дадут разрешение на строительство. А когда вот вы покупаете, вы покупаете участки, которые пока просто нарезаны или там уже тоже все эти коммуникации есть? Все коммуникации есть. То есть, по большому счету, вы покупаете, ну, как бы, условно, государство. И, ну, вот готовят эти участки именно под застройку. Да, под жилищное строительство, да, под жилищное строительство. А какие, окей, вот когда человек хочет что-то построить, какие у него есть ограничения, то есть, что он может построить, что нет? Понятно, что, ну, там, не востреб вряд ли дадут или это, пожалуйста, твоя вода? Ну, до трех этажей там можно построить, до трех этажей обычный жилой дом можно построить. Площадь как-то оговаривается? Нет, не оговаривается. Ну, как-то не можешь, конечно, застроить весь участок полностью. То есть, есть определенный процент застройки, но я знаю, там, наши строители, которые строили участки, дома размером, вот у меня дом, допустим, где-то 200 квадратных метров, они строили 600 квадратных метров. Окей, хорошо. Давайте переходим тогда дальше. Итак, купил землю и после этого начинаешь строить. Давайте немножечко о ценах и вот прокомментируем этот слайд. Ну, стоимость дома от 200 тысяч, как я сказал, но это совсем как бы простенький в плане дизайна. То есть, вот тот дом, который вы видите на слайде, это как бы, ну, это мой, кстати, дом, сфотографирован, вот, и он не простенький, то есть, он более дороже. То есть, мне, например, дом обошелся в 250 тысяч. Но сейчас вот ту цену, которую оценили, причем, как бы, оценил банк, приехали, я не собираюсь продавать, я просто, ну, как бы, решил оценить независимым экспертом. Оценили в 290 тысяч долларов дом. А когда вы его построили? Построил я его год назад ровно, в ноябре того года. Но я, например, как бы, знаю пример, когда наш вот клиент сейчас тоже построил дом, похож на мой проект очень, там, в Норпорте, причем человек живет в Санкт-Петербурге, инвестор, ему обошелся дом примерно те же самые деньги. Он за 330 тысяч выставил его, и у него сейчас уже есть оффор. При стоимости строительства? 250 тысяч. А, то есть, у вас 250-290, у него было даже за год до 330? Ну, у меня просто оценка была, понимаете, то есть, я не, я не, а это, ты можешь, вот, у тебя есть оценка, ты можешь выставлять дороже, чем оценка. То есть, дешевле нет смысла, потому что, ну, понятно, что он купит. Но у него есть оффор. Ну, понятно, что у него там еще был запрат на участок, ну, даже, смотрите, ну, даже там 260, да, ну, пускай даже 270, там, еще риелтору заплатить. Вот, вот, пожалуйста, больше, чем 40 тысяч с дома он заработает. Если мы говорим о сроках строительства, о том, кто строит, о том, как выбирается компания, как выбирается проект, ну, сейчас видите, вы говорите, что приехать в США просто, но выехать из России не так просто, да, в Штаты, поэтому, ну, все равно эта история делается удаленно. Как это все происходит? Ну, кто-то приезжает, смотрит, и участки смотрят, есть дотошные люди, которые детально все прям ходят, проверяют. А есть такие, которые доверяют и вообще не приезжая в Америку покупают. Ну, вот этот пример, человек из Петербурга, он не приезжал, когда покупал. И здесь мы как бы глаза, и мы можем снять на видео, мы можем все это, фотографии, все документы отправить, то есть, должно быть какое-то доверие. Как вы выбираете строительную компанию? Кто вообще строит? Есть ли хорошие и плохие? Есть ли надежные и ненадежные? Как долго ведется строительство? Ну, вопросы стройки, они волнуют особенно, и волнуют тем больше, чем меньше ты видишь строителя, да? Ну, я лично знаком там с более десяти строительными компаниями, то есть, я познакомился, пообщался, сейчас мы остановились на двух, и мы им доверяем, ну, уже проверены просто. Ну, во-первых, репутация, много лет на рынке, показали свои объекты, мы сами уже там, я построил дом, и мои клиенты построили дома с помощью этих строительных компаний, поэтому просто уже время показало, что им можно доверять. А стоимость, сроки строительства, ну, примерно год, 11-12 месяцев. Бывают задержки, что происходит, если вдруг не далеко? Пока не было задержек, не было задержек. Наверное, могут быть задержки, если только человек не платит. А как, да, вот как это, кстати, происходит? Ну, окей, сначала покупается земля, как она покупается, что я получаю, какой договор я получаю, что... Понятно, что да, это земля моя. Тайты тайтл, ну, воронти динзис, это называется, ну, это право собственности. Все это делают, есть такие тайтл-компании, ну, это не государственные организации, это частные организации, но они имеют лицензию, да, как бы, то есть они контролируются, особо контролируются государством. И, ну, типа, СРО, да, в России есть, как бы, такие вот полу-государственные, скажем так. И от человека нужно только его фамилия, имя, его первая страница паспорта, и либо компания может владеть. Многие, как бы, открывают в Америке компанию, и на эту компанию, на пустышку, которая просто только владеет землей, покупают землю. Все это за пару месяцев сделка происходит, все это онлайн. Дальше ваш участок и ваша фамилия появятся в реестре каунти, что вы собственник. Все? Пожалуйста. Разбивайте палатку, приезжайте, загорайте, это участок ваш. Какие дополнительные расходы? Ну, вот вы назвали там 10-12. 500 долларов, 500 долларов оформления. То есть 500 долларов оформления, какой-то налог я должен буду платить за эту землю? Налог платится раз при купле-продаже налога, нету никакого, но налог на имущество платится 400 долларов в год, раз в год. В сентябре, осень, налоги платятся. Но вот у нас там есть один такой инвестор из Украины, который покупает участок, обычно вот он выискивает там через нас самые дешевые участки, покупает. Даже дешевле мы иногда продавали ему, чем 10 тысяч даже. И мы купили, например, предыдущий собственник налог заплатил за этот 400 долларов, например, мы купили участок, потом его перепродали на пару тысяч дороже. Человек получил, иногда тысячу дороже там зависит от ситуации. Человек получил доход, а налог уже следующий, следующий год платит новый собственник. Налог не платишь. Ну, так это... Это абсолютно законная процедура. Конечно. Абсолютно. Абсолютно. Хорошо, ну смотрите, участок куплен. Все, у тебя есть подтверждение, жизнь прекрасна, но с палаткой приезжать не хочется, хочется заняться строительством. Какие действия дальше? Происходит. Надо выбрать проект дома. Как это происходит? Мы предлагаем свои проекты. Если кто-то хочет какой-то уникальный проект, пожалуйста, вы можете дать свои пожелания. Значит, мы под вас дадим архитектору, он нарисует проект. Ну, чуть-чуть дороже будет, стоит там на 5 тысяч долларов. Ну, а так вы просто присылаете какие-то, ну, не знаю... Ну, много, у нас много есть проектов, да. Мы просто уже понимаем, какие проекты лучше строить, если вы особенно для инвестиций, не для себя. То тогда лучше послушать нас, мы подскажем те проекты, которые лучше просто продаются на рынке. Ну, просто интересно, из опыта какой-нибудь просто пример. Вот что хорошо продается, что плохо. Ну, вот я вам говорил уже, хорошо продается более современный, скажем так, не американский такой стиль, а европейский стиль. Сейчас пошла мода, она от стандарта уходит, потому что американцы, вот у них все типовое. Обычные окна, обычные двери, ковролин даже они кладут. Я не терпеть не могу ковролин, я люблю либо кафель, либо паркет. Ну, и вот какие-то такие изыски. Ну, мы просто сами даже выбираем, я и жену свою подключаю, она связана с модой, выбираем там даже стекла в ванную или светильники и как-то вот с дизайном играем. Хорошо, предположим, человек выбрал какой-то проект. Как происходит дальше, у кого он заказывает, с кем он заключает договор, какие гарантии? Он заключает договор со строительной компанией. Вы в строительной компании, которую мы как бы рекомендуем, мы дадим контакты и дальше он платит в рассрочку, то есть ему дают рассрочку на год. Обычно строительная компания попросит показать, что у него есть эти деньги на полную стоимость, потому что строительная компания не захочет начать стройку и потом эту стройку остановить, потому что ей надо привезти туалеты на стройку для рабочих, вот этот большой бак, куда мусор складывать, там они завозят материалы и так далее. Поэтому здесь вы должны быть уверены, что у вас будут деньги, допустим, если вы дом строите за 200 тысяч, что у вас эти 200 тысяч за год вы сможете оплатить строительной компании. Это очень важный момент. Если у вас этих денег нет, тогда либо берите кредит на строительство, ну, либо собирайте деньги. Пару уточняющих вопросов. Вот платится ли налог с прибыли? Вот когда вы приводили пример, вот там пару тысяч разница. Платится налог с прибыли, но опять же на законных основаниях, мы сейчас об этом говорить не будем, я все-таки не бухгалтер, можно оптимизировать и не заплатить. Есть нюансы, есть нюансы. У меня есть суперпрофессиональный бухгалтер из Майами, который специализируется на недвижимости, на налогах на недвижимость уже десятки лет, который и очень известных людей обслуживает, которые на слуху. Я работаю именно с ним, он не самый дешевый, но он делает все правильно, профессионально, чтобы налогов заплатить меньше. Ну, кто хочет платить много налогов, никто не хочет. Вопрос, а на чем зарабатываете вы, помогая с покупкой и строительством? Вот со строительством, допустим, с покупкой. Понятно, потому что раз вы это сами продаете, вы же продаете. Мы имеем очень небольшой комиссион от стройки, а нам платит строитель. На покупке мы зарабатываем, на покупке земли мы зарабатываем тысячу долларов обычно. За счет того, что мы находим хорошие участки, это тоже работа. Чтобы найти участок, мы платим строителю, который выезжает на место, обсматривая. Вот появился участок на рынке, который нам нравится. Мы его нашли, допустим, по базе. Мы платим строителю, строитель приехал, обсмотрел его, походил, посмотрел. Проверили мы наличие этой птички, проверили юридическую составляющую, тайтл-компании звоним. То есть много нюансов, я уже говорил, чтобы купить участок, нужно проверить. И вот за это мы платим тысячу долларов. Это небольшие деньги, я считаю. Кто следит за строительством? Бывали ли у вас, ну, и что происходит, если, допустим, вы увидите, ну, строитель что-то не выполняет, что-то задерживает. Я нахожусь вдалеке, я не могу этот вопрос контролировать. Кто ведет, кто осуществляет мою инвестору, юридическую помощь мне, если вдруг что-то идет не так? Ну, я не могу находиться там постоянно, потому что я живу в Нью-Йорке. Я приезжаю туда обычно где-то пять раз в год. А так, в основном, строитель присылает фотографии, присылает видеоотчеты. Ну, давайте так, за вот то время вы сказали, что у вас десятки клиентов есть. Был какой-нибудь один такой случай, который пришлось каким-то образом разруливать или все это как-то? Не было, не было ни разу. Пока не было. Окей. Ну, если это будет, если это произойдет, я лично сяду на самолет, тут лететь до три часа до норпорта, там вокруг три аэропорта и прилечу и разрулю. То есть, это не так все сложно в интересах клиентов. Как происходят взаимоотношения? Значит, хорошо, вот идет строительство, проходит, идет процесс строительства. В результате, что я получаю? Там, разрешение на эксплуатацию? Ну, как это все? Дом построить, это же все равно, но определенный процесс. Что-то я имею в виду. Да, это вы получаете разрешение на эксплуатацию и также тайтл на дом. То есть, будете владеть собственником. У вас будет два документа. Один на землю, второй на дом. Строить, расходы, налог. Налог на дом, опять же, при стройке налога нет никакого. Но потом, когда вы уже будете владеть, вы будете платить порядка четырех тысяч. Ну, то есть, легко запомнить, да, четыре тысячи на дом с землей и четыреста на пустую землю. Ежегодно. Примерно так, да. Ну, там плюс-минус, там зависит, там кадастровая оценка есть, так же, как и по всему миру. Да, ежегодно, ежегодно. Можно платить, разбивать это, помесячно платить. Это дешево, это очень маленький налог, потому что я могу вам привести пример. У меня вот тут товарищ живет в Нью-Йорке, да, вот в пригороде, недалеко от Манхэттена. Ну, минут, наверное, тридцать пять на машине от Манхэттена. Значит, он платит налог сорок тысяч, сорок две тысячи долларов в год. Ну, у него и объект, наверное, побольше или не особо? Ну, объект побольше, не сильно побольше, не сильно побольше. Земли побольше, но, ну, просто цены такие. В Нью-Джерси, допустим, такой же самый объект по размеру, абсолютно такой же, будет налог где-то одиннадцать тысяч, двенадцать тысяч. То есть, в Лорида, вот мы говорили о привлекательности, низкие налоги. Это большой плюс в Лориде. Ну, и вот вопрос, предположим, я купил дом, в дальнейшем могу ли я сдавать его в аренду? Итак, вот человек купил, вы сказали, одна из схем, это схема арендная. Как она работает, какие цифры здесь возможны, кто будет арендовать, на каких условиях, как это происходит? Два варианта. Можете сдавать посуточно, примерно это сто-сто двадцать долларов в сутки. Airbnb там разрешено в этом городе. И второй вариант, это, причем есть компании, которые занимаются конкретно курортной недвижимостью. Там же еще один важный момент, мы об этом не сказали. Там уникальное озеро находится в этом городе. Сейчас я об этом расскажу. Почему туда люди едут, особенно при сегодняшней ситуации, когда люди беспокоятся своим здоровьем, начали многие, кто раньше об этом не думал. Так вот, сто-сто двадцать долларов в сутки. И сдача хорошая очень. То есть я общался с двумя компаниями, которые занимаются, русскоязычные причем, занимаются именно сдачей вот такую краткосрочную аренду. Второй вариант, это сдать на долгосрочную аренду. Там много людей, которые туда переезжают просто жить, которые не покупают, пока еще нет у них возможности купить свой дом. Они снимают это примерно от полутора до тысячи восемьсот в месяц. Ну, просто кто-то не хочет заморачиваться с посуточной, как бы сдал и все. И пожалуйста. Еще один плюс Флориды, что если вам не платят, в отличие от Нью-Йорка, очень легко человека выгнать. А в Нью-Йорке это занимает иногда восемь месяцев через суд, чтобы человека, который не платит, выгнать из помещения. А почему здесь легче выгнать? Другой закон, другой штат, другие законы. Несколько слов по поводу ипотеки и по поводу, если я правильно помню, кто-то из наших зрителей задавал вопрос. По-моему, один из первых вопросов. Можно я сейчас про ипотеку скажу? Я про озеро, а то потом забуду. Да, давайте про озеро. Да, посмотрите, почитайте. Там напишите, но порт минеральное озеро. И даже на русском есть в Викопедии статья. Как раз рассказано о том, насколько оно лечебное, что оно уникальное. Это самое лечебное озеро в Соединенных Штатах. И нашли его еще первые завоеватели Флориды, которые там после Колумба пришли. Испанский Колумба. Да, да, оно до сих пор существует. Источник вечной молодости. Оно так и называется. Источник вечной молодости. Я купался там несколько раз и общался там с пожилыми людьми, которые там загорали на травке. И мужчина говорит, я практически не ходил. Как только я начал принимать эти ванны, у меня все хорошо стало со суставами ног. Бегаю как 18-летний мальчик. Со многими. У кого особенно кожные заболевания. То есть оно действительно уникальное. И люди туда едут просто лечиться. И вот у меня, допустим, соседи, тоже пожилая пара, которые жили в Нью-Йорке, в Бруклине. Ушли на пенсию. Здесь они давно уже приехали. Иммигранты. Я с ними разговаривал. Говорю, почему выбрали ноу-порт? Из-за озера. Из-за озера. Это главная причина. А, ну, Мексиканский залив, он интересен меньше? Или он просто довольно далеко? Да, вот до залива-то сколько ехать? До залива 25 минут на машине. Почему? Там ехать. 25 минут, но это очень хорошая дорога. И ее просто не замечаешь. Вот реально не замечаешь. Она там мимо пальм, мимо красивых полей, гольф-полей. То есть не чувствуется, что это как бы 25 минут. Нет, кто хочет купаться, пожалуйста. Зимой мы ездили в том году на Рождество. Как раз дом, когда построили, дети купались. Прекрасная, теплая погода. Ну, Мексиканский залив это все-таки не обладает теми лечебными качествами, как озеро обладает. Ну, слушайте, когда ты живешь там при зиме минус 15, я думаю, что и Мексиканский залив будет тоже очень ничего. Окей. Вопрос, да, задавали зрители наши и по ипотеке. Ну, вот вы сказали, что если покупка земли, то здесь можно говорить о рассрочке, но это как бы лично ваша история, как бы, ну, и там все-таки сумма не такая большая, там, ну, просто брать ипотеку, там, если по 5, по 10 тысяч. А ипотеку никто не даст на землю. Банку это невыгодно. Ну, я про это и говорю, то есть, как бы, вот, если мы говорим про построить строительство дома, о чем здесь можно говорить? На дом можно взять ипотеку, но тот, кто живет в Америке, им проще, конечно, легко получить. Те, кто живут вне Америки, сложнее, и нужно 40% положить первый взнос. Какие вообще шансы у... А те, кто в Америке живут, им всего можно 10% первый взнос. Кто гражданин Америки или кто живет в Америке? Кто живет, не обязательно гражданин. Ты можешь грин-карту иметь просто, или даже не иметь грин-карты, но иметь разрешение на работу. Каковы все-таки, ну, спросить об этом тоже нужно, там, был такой вопрос, все-таки перспективы именно, ну, так, русскоязычных или, конкретно, допустим, российских покупателей, все-таки нет ли каких-то там сомнений, подводных камней? Ну, не скажу, что сейчас позитивные отношения между странами, и вот вся эта история, что россиянин где-то что-то покупает, присылаешь паспорт, ну... Нет, никогда в жизни такого не было. Пока, во всяком случае, ну, как, допустим, там, если ты гражданин Афганистана, то банк напряжется. Я ни разу не слышал, чтобы, если россиянин, значит, ты в какой-то черный список вошел, или там, украинец, например, или казахстанец, или узбекистанец. Вопрос, значит, какой орган штата контролирует право собственности или собственника? Не совсем понял. Вопрос, но вот так, так, сформулирован. Ну, это компания, я уже об этом говорил, а это не орган штата, это потом, когда уже будете собственником, ну, налоги будете, да, штату платить какой-то орган. Ну, наверное, департамент финансов штата, каунти, точнее. Я не знаю, как он точно называется на английском. Окей. Я буду пробовать не третью. Ну, если есть, можете напрямую, как бы, если... Да, задайте, потом... Задайте вопрос, ну, потом... Я посмотрю, вам даже дам ссылку на этот сайт, где платятся налоги. Окей. При приобретении более двух участков без строительства дома возможно ли смотреть вопрос о скидке? Уже скидку просят, смотрите. Да, можно, можно. Окей. Если место столь популярно у посуточных туристов, мне интереснее построить там мини-гостиницу. В площадь 100 квадратных метров можно вместить там 4 односпальных апартамента и так далее. Строят, и мини-гостиницы строят в том числе. Ну, вот, когда я покупаю такую землю, я могу построить там что-то для коммерческого использования? Ну, гостиницы коммерческие изначально правильно. На наших участках нет, но они просто строят как жилой дом и используют его как гостиницу, то есть разбивают его по комнатам и сдают. Ну, то есть это просто как именно через R&B, то есть это не юридическая гостиница? Гостиницы, наверное, можно тоже построить, потому что там гостиницы есть и строятся, и сейчас там огромный отель строится, но это все-таки уже другой должен быть участок. У нас в наличии таких участков нет, должен быть большой участок, парковка была и так далее. Так, вопросов все больше и больше, сейчас мы гораздо уже конкретно к ним перейдем. Давайте просто посмотрим два конкретных примера, но, к сожалению, видите, здесь не очень крупный слайд. Я думаю, что если вы напрямую к Юрию обратитесь, Юрий, вы сможете прислать нам более такую крупную. Здесь примеры как раз, участок на воде и участок без воды, вот в чем разница. А, к сожалению, цены здесь не вижу, цена одного участка, цена другого. Ну, один тут 12 тысяч этот, который без воды, а который с водой, он 15 тысяч. А, ну вот образцы участков на гугл-картах, вот как раз в чате есть, если интересно, можете посмотреть. Так, ну и давайте тогда теперь перейдем к вопросам, просто их было довольно много. Я подряд все, я хорошо буду Юрий задавать, которые были. Да, конечно. Они не все, может быть, связаны непосредственно с темой нашего вебинара, но поговорить с живым американцем всегда-всегда приятно. Так, вот первый вопрос. Желаю переехать в США с сыном хоккеистом. Посоветуйте место жительства, где губернатор и республиканцев, и хоккей развит. Не знаю, насколько вы можете ответить. Даже в Флориде хоккей развит, казалось бы. В Флориде есть катки, ну, закрытые, понятно. И особенно в Майами там большой очень каток есть. И там, недалеко от норпорта тоже есть каток. И везде хоккей развит. Это очень популярная игра. И везде штаты поддерживают хоккей. Все-таки вопрос еще тоже был задуман, он пришел из Фейсбука, увидел. Спрашивают про аренду посуточную и аренду такую основательную, а долгосрочную. Как мне переводят деньги, как я договариваюсь, какую помощь здесь вы оказываете? Потому что я здесь, арендатор в тысячах километрах от меня. Мы сами эксплуатацией не занимаемся. Мы можем просто вас познакомить, если вы наш клиент, познакомим вас с компаниями, которые этим занимаются. Они будут убирать, заселять, выселять. Обычно берут 10-15% коммерческих. 10-15% от оборота или от прибыли? От оборота. Оборота, но это припосуточно. Если долгосрочная, то я думаю, что это вам не выгодно 10-15%. Можно просто сдать и человек платит вам и платит. Если что-то случилось, ремонт какой-то, опять же, у меня есть человек, с которым я познакомился. Олег его зовут. И с ним можно, как частный прораб, он может все починить, приехать, травку позавить. То есть эта история уже в таких, по крайней мере, на вашем примере, это уже такая, в буквальном смысле, такая частная договоренность, условно говоря, происходит. Конечно, да. Ничего сложного в этом нет. Там люди живут этим и занимаются. Это их бизнес. Ну, давайте я сразу так... Наверняка такие вопросы, они всегда возникают, особенно когда происходит вебинар. Но тут есть такой важный момент. И о нем, наверное, давайте вы скажете, как вы это себе видите. Все-таки, ну, многие вещи, особенно когда речь идет о проектах, которые находятся по ту сторону океана, это все равно в очень многих вопросах нужно доверять. Без этого пускаться в такие истории. Ну, странно. Ну, нам доверяют, потому что, во-первых, как бы мы давно на рынке, да, компания известная. То есть у нас там больше трех тысяч клиентов просто по эмиграции через нас прошло. У нас есть что посмотреть, да, пожалуйста, приезжайте, смотрите наши объекты, дома построены, участки. Мы открыты. То есть я там на ютубе каждый день веду с 2012 года. Каждый день, каждую неделю я снимаю видео о своей жизни, о жизни компании. Мы всегда открыты. Встретиться можно в Нью-Йорке. Мы находимся в даунтауне. Будние дни всегда я на работе. Конечно, доверие – это важно, согласен. Еще разочек все-таки вопрос. София, почему в три раза дешевле, чем в Майами, тот город, о котором вы говорите? Что? Ну, почему в Москве в три раза дешевле, чем в Воронеже? Дороже. В Москве дороже, чем в Воронеже. Дороже, да. Почему? Ну, потому что так. Так рынок сложился. Не знаю. Я считаю, что это в Майами очень переоценено. Это неоправдно дорого. Даете ли вы какие-то гарантии, что на выходе будет прибыль от продажи дома? Или это, ну, скорее просто рынок решает этот вопрос? Ну, конечно, мы не можем дать гарантии. Не знаю. Завтра случится экономический кризис, и все обрушится. Или наоборот. Дом ваш может возрасти на 30%. Кстати, вся история связана с пандемией последние полгода. Что происходило в этом городе последние полгода? Как все это работало? Какие-то тенденции были? Ну, вот мы как раз уехали туда, когда случилось. Нью-Йорк закрыли весь, и нам офис закрыли. Мы не могли ходить. Мы уехали туда. Там было как раз-таки более-менее все спокойно. Все работало. И Лорида... Да, там через какое-то время закрыли пляжи на пару месяцев или на полтора месяца. Сейчас уже открыты. Но там было спокойно, значительно спокойно. Давайте все-таки еще вот один вопрос был задан. Вот как правильно поступить? Есть интерес у кого-то к участку, у кого-то к участку уже со строительством дома, у кого-то на строительство и потом на последующую сдачу в аренду есть интерес. Вопрос, кто будет защищать мои права? Вот это такой... Вот как это правильно организовать? Как это на практике? Мы будем защищать ваши права, конечно. И мы ваш агент в плане стройки. Я уже об этом говорил. Мы контролируем это все. С вами. То есть я заключаю договор со строительной компанией. А с вами? Это вопрос доверия? С нами на пару часов. Да, пока вы заключаете договор с нами. И мы будем продавцами. Потому что мы уже собственники. Мы владеем этими участками. Что касается контроля строительной компании, ну здесь как бы договора с нами не будет. просто договоренности устные, что мы можем это контролировать, смотреть. Но опять же вопрос доверия. Если вы нам не доверяете, то никакой договор вас не защитит никогда. Ну естественно. Это классическая история. Любовь. Приезжайте, смотрите сами, если хотите. Но если вам так больше понравится. У меня есть видео на ютубе, на моем канале, я показываю дома, и норпорт, и участки, и стройку, и хожу по стройкам. То есть все это видно без монтажа, так сказать. Один из наших зрителей пишет, он узнавал в HSBC про ипотеку. 40% down payment и еще около 25% дополнительных платежей добавляется. И получается нужно около 65% от конечной стоимости. Не может такого быть. Исключено. Не верю, что банк возьмет еще 20-25%. Ну максимум банк 10% годовых берет. И при сделке, не думая, что это, ну не знаю, ну 2% может. 25% за что? Работаете ли вы с криптовалютами и возможно ли это каким-то образом ослачивается? Не, не работаю. Можно ли еще раз продать криптовалюту и это ее элементарно продать за 5 минут и ввести деньги к нам на подпуск еще. Можно ли как-то заработать на земле и сколько? Вот несколько слов еще об этом. Вы об этом уже говорили, но все равно, возможно, не сразу услышал наш зритель и не сразу подключился к нам. Ну порядка 1000 долларов можно за год заработать на земле. То есть 1000 долларов это 6-7% годовых, то есть это такая относительно небольшая цифра. Здесь какие-то сверху. Ну небольшая, но посмотрите, если сравнивать, положить деньги в американский банк, то это будет 1% годовых. Нет, понятно. С банками мы последние несколько лет уже ничего не сравниваем, потому что тут... Да, но земля это надежно, то есть тебя никто не заберет, это же не какой-то рискованный товар, который ты купил, продашь, не продашь. Здесь все-таки, ну, точно продашь. Если не случится, опять же, если не случится какой-то кризис, хотя вот случился кризис пандемийный, цена не упала, а растет на недвижимость, наоборот растет. В этом месте? Да, люди поняли, что свой дом, очень важно, что лучше иметь свое, чем арендовать. Хорошо. Ну давайте тогда немножечко подведем некий итог. Еще разочек все-таки, раз мы говорим про инвестиционную составляющую. Юрий, я попрошу, может быть, не первый раз вы это повторите за время нашего вебинара, но я думаю, что это все равно будет полезно. Значит, схемы инвестирования и цифры возможного дохода, как вы это видите, начиная просто от покупки земли и заканчивая историей, связанной со строительством. Какие цифры есть, а что можно делать? Вложить в землю нужно порядка 12 тысяч, от 10 до 15, в зависимости от участка. Заработать можно до 2 тысяч долларов, тысяча-две, за год, скажем так. А вложить в участок и построить дом можно заработать от 20 до 40 тысяч долларов. Участков вложить надо 200-250 тысяч. Сколько участков на данный момент имеется у вас в наличии? Сколько вы предлагаете? Сейчас есть больше. Это все вот в этом месте? Да, все в Норпорте, да. И еще раз важный такой момент. У вас есть разрешение на продажу этих участков просто потому, что вы являетесь собственником? Да, нам не нужна никакая лицензия, если ты собственник, это не требует лицензии. Если ты купил участок, а потом хочешь его перепродать, технически можно ли это сделать через вас? И сколько это в этом случае будет стоить? Потому что, опять же, я нахожусь здесь, в России, участок там. Это можно сделать через риэлторов. Либо можно это сделать через нас, в принципе, да, если какой-то будет у нас, например, купатель, просто мой иммигрант какой-нибудь, который переезжает. Я могу посоветовать и можно, так сказать, сэкономить на риэлторских. Либо это можно сделать через риэлторов. Риэлторы обычно берут 6% от продажи. Но можно договориться на меньшую стоимость. Можно договориться и на 5% и даже на 4%. Это зависит уже, как вы договоритесь, с риэлтором. И сколько можно держать землю без строительства дома? Неграниченное количество времени. То есть никаких обязательств при покупке такой земли, по большому счету, не несешь? Никаких. А вот такой немножко наивный, но с другой стороны, с точки зрения российского обывателя, может быть, вполне такой резонный вопрос. Правила и ограничения по поводу заборов. Вдруг ты купил землю, да? Можно сделать. Забор можно сделать. У нас, например, у соседа, он или военный какой-то, у него там флаг висит, и он все прям за забором высоким огородился. Есть кто без заборов? У нас нет забора, например. У моих вот, кто инвестировал в дома, никто забора не строил. Мои клиенты. Еще раз повторите, пожалуйста, нашему зрителю, сколько имеется участков в наличии, услышал он. Больше 10 участков сейчас. Но у нас они постоянно, там некоторые под брони уже, то есть какие-то в сделках. Мы сейчас еще в новую партию покупаем, выискиваем. То есть это, скажем так, ответ, неограниченное количество участков. Вот так будет правильно. То есть мы можем, если у вас есть интерес, даже если этого участка еще у нас нет, мы под вас найдем участок. То есть вы скажете пожелание, нужен канал, не нужен канал, поближе к центру, да, может кто-то поближе к озеру хочет лечиться, чтобы ходить пешком. Может кто-то поближе хочет к торговому центру, кто-то к школам и так далее. Дадите, что вы хотите, и мы под вас уже его приобретем. Очень трудно, не находясь в этом месте, представить себе, что представляет собой этот регион. Но получается, что там просто такие пятна в разных местах есть, причем довольно существенные по размеру, я понимаю, да. Которые просто... Посмотрите, просто пятна таких, что вообще нет застройки, нету. То есть есть, например, как бы центр города, да, вот, и там, где вот елку ставят центральную, где Волмарт главный большой, то есть это самый центр города. Там же озеро недалеко, то есть там почти все застроено уже. А есть немножко как бы окраина, там, ну, например, у тебя может быть сбоку, ни справа, ни слева соседа еще не будет. Ну, где-то там через 100-150 метров уже будет сосед. Ну, то есть вот так. Ну, так, чтобы вообще пустырь, ты один, такого нет. Но кто-то хочет наоборот, чтобы не было соседей подальше. Это на желание. Я сторонник поближе к магазинам, поближе к инфраструктуре. Вот, чтобы пешком можно было пойти за хлебом. Ну, что ж, дорогие друзья, Юрий Моша, руководитель компании «Второй паспорт». В течение часа мы общались, как раз разговаривали про США. Интересное инвестиционное решение во Флориде с относительно небольшим порогом входа. То есть вообще просто совсем с небольшим, но правда, если мы говорим о земле, а если мы говорим о недвижимости, ну, там сумма уже получается больше. Контакты Юрия в чате. Вы можете пообщаться как сразу после вебинара, так и звоните, как будет возможность и желание. Я думаю, что Юрий на все вопросы ответит, на которые мы не ответили по тем или иным причинам сейчас. Спасибо вам, друзья, за внимание. Значит, еще раз хочу напомнить две вещи, что отчет об этом вебинаре у нас появится в ближайшие дни на портале, включая ответы на те вопросы, которые были заданы в письменном виде, естественно, вы все это получите. Все, кто были зарегистрированы, и ссылку на Ютубе, и, собственно, материал с статью, который мы напишем по итогам. Юрий, ваше слово. Можно добавить, что все-таки я много занимаюсь иммиграцией в различные страны и общаюсь с большим количеством и наших клиентов, иммигрантов, которые в Европу уезжают, например, то Америка с точки зрения инвестиций все-таки самый стабильный вариант. То есть вы легко потом продадите этот объект недвижимости. Во-первых, население 300 миллионов только официальное, да, постоянный приход, приезд новых иммигрантов, стабильный рынок, доллар, да, как бы стабильная валюта. Поэтому тут, как бы, я буду хвалить, ну, вот свое, так сказать, направление, потому что, и свое озеро в Нур-Порте. Это уж непременно, да. Потому что я знаю людей, которые, там, вложили в Испанию, как бы в Турцию, там, в Болгарию и продать не смогли потом. То есть, да, дешево, может быть, там, в Болгарии, может, за 60 тысяч евро купить квартиру. Но дешевле. Да, может, дешевле, допустим, но я лично знаю людей, которые не могут продать. В Америке все очень легко продать, очень легко. И уж не то, что там свои деньги вернете, это уж вот тут 100%, да, а еще и заработаете. Ну что ж, спасибо большое, Юрий. Ну и тогда до будущих встреч. У нас на Приане ближайший, следующий вебинар ровно через неделю мы будем проводить, говорить о греческом рынке, тоже весьма и весьма интересном. Ну, а про инвестиционные решения вы услышали от Юрия Моши из компании «Второй паспорт» и от Филиппа Березина, главного редактора портала «Приан.ру» «Недвижимость за рубежом». Юрий, спасибо вам огромное и до скорой встречи. Всем рады. До свидания. До свидания. Пока.